Матросская шапка У нас в гостях сегодня человек, чей смех вы уже слышали, я подниму редьку, упавшую к слову, Игорь Золотовицкий сегодня с Маке. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь Иванович. И я сразу хотел бы нашим зрителям, а их много, я хотел бы, друзья, сказать, у нас сегодня большой радостный праздник пришел к нам на Первый канал. Сегодня, друзья, именно сегодня Игорю Золотовицкому, нашу любимую актеру, режиссеру, педагогу, космонавту, друзья, об этом мы будем говорить позже. Отдельно? Отдельно. Исполняется 50 лет. Давайте мы поаплодируем, поздравим Игоря Игоря. Я, ну просто, я, я, я могу сказать, я хотел бы сейчас руку забрать. Хорошо. Да. Вот. Ну расскажите, Игорь, что мы сегодня, в ваш день рождения, будем готовить на нашей уютной праздничной кухне? Мы все украсили. Да, спасибо. Здесь вообще света никогда нет, мы снимаем при свечах. Да, да, да. Спасибо большое, что кирпич положили. Да, все хорошо. Пожалуйста, Игорь, что мы сегодня готовим? Значит, что мы будем готовить? В контексте дня рождения. Да. День рождения – это же родители, правильно? Ну, как, родители. Ладно, вы не знали. День рождения – это родители. А родители – это что? Это, это уют, это такая нежность, это, это мягкость, это пушистость, это котлеты. Друзья, эта фраза сегодня позволит нам выйти на новый уровень понимания кулинарного проникновения в жизнь. Родители – это котлеты. Конечно. Это знаменитая фраза Игоря Задовицкого. Сегодня будет притворена в жизнь, значит, котлеты. А знаете, как сказал Денис Евстигеньев, когда я котлеты сделал? Он говорит, где покупал такие вкусные? Я говорю, я сам сделал. Да ты что? Он был в шоке. Да. И, сори, не смешная, но забавная. Значит, мы сегодня, давайте, готовим котлеты. Котлеты. Вот что нам, ну, наверное… Нам для этого нужен, наверное, фарш. Именно. Для фарша, соответственно, нужно мясо. Господи, какой вы. Да. Какой вы человек, вы все знаете. Вот. Значит, у нас есть мясо, сметану оставьте, нам тоже нужно будет. Надо будет, потому что… Да, а здесь еще, я отвернул. Так, это говядина. Говядина. Покажите зрителям. Вот. Говядина. Это что здесь? Свининка. Чуть-чуть, чуть-чуть. Для пекантности. Что смешного? Что смешного? Свининка чуть-чуть, для пеканности. Для пеканности чуть-чуть. Но главное в фарше что? Это руки. Вот так. Следуя об этом помнить, друзья. Значит, молоко. Молоко. Для чего молоко? Вы, Ваня, будете резать хлеб, замачивать его в молоке. Да. А я сейчас буду резать мясо. Игорь, а насколько… Да. Насколько часто вам, человеку, застаньтесь вот так вот. Я просто считаю зрителей и, как говорится… Не-не-не, ну что, мы можем… Можем. Можем. Мы можем все поздравить. Хороший… А знаете, как я родом из Ташкента, Ваня? Вот, кстати, друзья, действительно, в Ташкенте 18 июня… Да. 1961 год. 1961 год. Через шесть дней… Дней. …после полета… Нет, через шесть дней. После… Неизымалый… Через месяц и шесть дней. Нет, через два месяца и шесть дней. Да. Да. Я был две недели Юрий. Ну, 1961 год, всех называли Юрием. Серьезно? Да, я был две недели Юрий, но пришла сестра, как рассказывает легенда, и говорит, посмотрел на меня, наверное, в колясочку, я думаю, в колясочку ташкентскую, и говорит, ну, это не Юрий. Говорит, это не Юрий точно, минимум Игорек. Ну, я так думаю. И вот так, дорогие. И вот так вот, уже 50 лет. Все, 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 привез, потому что хорошо, что сестра пришла через две недели, а не через два года. И могла и сейчас туда, до 49-ти годов. 49-ти годов. Нет, ну, это же не Юрий. Брат, а ты же не Юрий оказался. Так что я хочу сказать в Ташкенте? Знаешь, как мясо продают? Вот ты подходишь на рынок, а почему-то в Ташкенте завернуто мясо, она завернута в бумагу, в бумагу, плотную бумагу. Кусок мяса. Из-за температуры? Нет, не знаю, из-за чего. Она разложена, значит, по кусочкам. Ну вот, и, допустим, ты покупатель, а я узбек, да? И я тебе говорю, смотри, мясо какое хорошее. То есть, как бы, немножечко, ну, так, чуть-чуть, да, да. Все, тебе эксклюзив, понимаешь? Хотя одинаковые куски. Абсолютно одинаковые куски. И если ты начинаешь торговаться долго, он говорит, значит, так, бери, ешь, я пошел. И уходим. И ты, понимаешь, бессмысленно тебе не дать ему денег. Понимаешь, ты начинаешь его догонять. Он говорит, не надо меня догонять, не надо, не надо. Попробуешь, если плохо, тогда не надо мне денег. Если хорошо, принесешь деньги. И, понимаешь, это психологически давило. И, конечно, ты бежал за ним, плакал, умолял его взять деньги. Я знаю людей, которые едят так, в основном, не платят деньги, говорят плохо, жиреют. Так, Игорь, как нужно корочку-то, наверное, срезать? Нет, почему? Вот корочку маленькую, да. Вот эту мы уберем, а все остальное просто? Почему? Да, вот так вот кусочками режешь, да. О, хорошо. Вот так. Хорошо. Мы делаем, мы что, мы делаем котлеты на сколько человек? Ну, сколько котлет? Хватит столько хлеба? Лицо у вас неприятное при этом. Ну, хватит, наверное. Я помню, в мое детство, когда я ел столовые котлеты, там количество хлеба в котлетах равнялось количеству хлеба в хлебе. Там практически не было мяса в котлетах. Поэтому я, наверное, ну... Котлет, мясо, хлеб для чего в котлетах? Для мягкости, для пушисты, для воздушности. Родители. Они родители же, день рождения. Мои родители котлет. Котлеты. Да. Поэтому столько хлеба хватит. Так называется биография Майка Тайсона. Ну что же, друзья, я беру этот хлеб, правильно? И замачиваю молоком. Я просто, правда, я... Когда я спрашиваю, это не от того, что я... Мне лишний раз хочется спросить глупость. Потому что я действительно... Лучше переспросить, потому что многие, я убежден, будут делать эти котлеты. И когда будут спрашивать родители, почему такие вкусные котлеты... Они будут говорить. Они будут говорить. Так вот. Да. Заливается и то, что... Так, обмякло все. В общем, вот очень хорошо. Очень хорошо. Классический такой... Классический, абсолютно классический. Фарш, потом, понимаешь... Скажите, во время работы мясорубки мы не будем ни о чем говорить? Нет, мы будем говорить обо всем. Но в основном, поскольку мясорубка громкая, то можем судить политическую ситуацию. Рассказать всю правду. Рассказать всю правду о тайных перестановках в руководстве Первого канала. И уже, когда выключим мясорубку, вернуться к рассказам Виталия Бианки и прочим интереснейшим темам. Так, что еще? Лук нам нужен будет, да? Лук, луковица одна. Ты знаешь, только не белый, а вот тот зелененький. Зелененький. На салат. Вот такой, да? Да. Вот мы ее так начнем. Часть это раз. Да. И она пролезет мясорубочку. Еще знаешь, что половина картошечки. Вот это вот ноу-хау моей мамы. Вот половина картошечки, вот этой половина картошечки. Сейчас мы ее почистим быстрее, да? Это тоже для воздушности, для пышности? Ну, для пышности, для... Не знаю для чего даже. Не знаю, зачем это нужно, но мама ложила. Игорь, ну вот, кстати, про маму. Да. Вот как произошел момент? Для меня в Москве же существует, я так понимаю, ташкентская диаспора. Ого! Ташкентская диаспора московских ведущих артистов. Да. Кто из Ташкент? И режиссеров, и режиссеров. И режиссеров, да. Значит, из... Джаник Фазиев. Джаник Фазиев. Так. Виктор Вержбицкий. Виктор Вержбицкий. Это просто... Вы занимались в одном... В драмкружке. В одном драмкружке? В драмкружке при Дворце пионеров имени Ленина. Кто-то же еще. А вы знаете, что был... Во-первых, был знаменитый Роман Ткачук. Так. Леонид Броневой. Тоже из Ташкент. Ташкент, да. Александр Самойленко. Да. Ташкент. Ну и артисты эпизодов. Множко артистов эпизодов. Артисты эпизодов. И Мастер Викторович. Так, что у нас в картошечке? Все, картошечку. Тоже ее так же... И тоже через мясорубочку. Да, да, да. Вот ее на кусочки такие, да. Оп. Посмотрите, у нас где яйцо у нас есть, все. А, кстати, и сырое яйцо, да? И сырое яйцо потом в фарш. Значит, друзья, я напомню, сейчас я хочу напомнить всем нашим яйцом, да? Да, яйцо будет потом. Это потом. Значит, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что у нас на столе. У нас на столе, по рецепту Игоря Золотовицкого, говядина, немножко свинины, такой чуть-чуть жирком, чуть-чуть, чуть-чуть, картошечка, сырая половинка, луковичка небольшая, порезанная четвертинки, и белый хлебушек, замоченный в молоке, который мы будем отжимать, по всей видимости. Конечно. Который вы будете отжимать, который я буду отжимать. Ну, друзья, вот оно пошло, а, красота. Так, так, вот картошечка туда ушла. Да, одна пошла картошечка? Так, картошечка туда одна вот пошла. Да, и лучок, лучок посередине, чтобы там... Мы вообще так... Такими темпами-то мы еще не разговаривали, а? А можем открывать, Миша, почему котлеты матерскую? Поет мясорубка. Да. Поет. Можно я вам подкину? Пожалуйста. Пожалуйста. Оп, все, красиво. Но как баскетбол? Последний должен найти. Кто бутылочка-то? О, Господи. Отжимайте. Так. Кстати, я думаю, что нам все не понадобится, многовато будет. Нет? Нет, хорошо будет. Хорошо. Вот. Так. Мам, я бы у меня работал в торговле. Серьезно? Конечно. Друзья, смотрите, какой интересный момент. Конечно. Все, у нас практически все готово. Фарш здесь. С фаршем мы сейчас будем отдельно работать. Фарш должен немножко постоять. Игорь Золотовицкий. Да. 50-летний капитан, как бы сказал Жульвер, если бы смотрел первый канал. Сегодня стоит на палубе нашего котирка. Я на секунду, Игорь, вас оставлю. У нас, друзья, короткая рекламная пауза на первом канале, после которой мы вернемся. Все вы знаете, что «зельц» в переводе с белорусского означает старейшим артистом нашего театра 96 лет. Маэстро де Олиева. Частичка Испании на вашем столе. Слышишь, очкарик, давай допивай и пойдем. Разговор есть. Александр Твардовский, Василий Теркин. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Игорь Золотовицкий. 50 лет Игорю Золотовицкому сегодня человеку настроения, человеку радости, человеку человек, так называлась студия, человек, который Игорь блистательно сыграл несколько ролей, спектаклей, объездил весь мир и преподавал. Еще, я знаю, что... И преподавал, преподавал, преподавал. И преподает. Нет, для меня, кстати, было сюрпризом и интересом, когда я изучал, Игорь, вашу биографию. Так вот, я выяснил, что, оказывается, Игорь, вы не только преподаете в России, но у вас был широкий преподавательский заезд в Европу. Уи. 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 Франция. Yes. Америка. Франция, Америка тоже, да? Америка, да. А вот эти студенты, вот мне интересно, вот эти студенты, они как-то собираются, как-то звонят, присылают ли вещи? Да, вы знаете, сегодня я в рубашке от студента, который... Не, были истории смешные даже не со студентами, а с актерами французами. У меня на острове Мартиника, или Мартиника, как говорят французы. Да. Вот, я стоил спектакль «Женитьба». И не хватило профессионального. Может, будем в это время что-нибудь мять? А не пометь ли нам фарш? Вот. А я пока... Ну, знаете, зря молоко мы куда-то делали. Надо молоко сюда... А яйцо? И яйцо туда же. Так вот, кстати, яйцо. Этот актер играл яичницу. Вот. Ну, яичницу играл. Есть такая роль у Гоголя в «Женитьбе». Яичница. По-французски... О, бля, команды тебе. Лейте. Подождите, дайте я сделаю ямку. Давайте. Ну вот, видите как. Так вот, и это... И яйцо туда же. Да, яйцо туда же. Так вот, и этот актер не хватило профессионалов... Ох, господи. Не хватило профессионалов актеров и говорит, есть прекрасный на этом острове рыбак. Он любит театр. А сколько театров на острове Мартиника? Пять муниципальных театров. Пять муниципальных театров. Это на острове, друзья? Триста человек. С населением? Триста тысяч человек. Триста тысяч человек и пять театров. А я бы хотел сказать, вот мне известны факты, что в нашей стране, в России, в России, в Россиюшке, 29% населения ни разу в жизни не были в театре вообще. Так а вы знаете, сколько в театр ходит население вообще, в принципе? Один процент. Если взять среди, человек среднестатистический ходит один раз в жизни в театр. Один раз в жизни. И при этом он народный артист. Да, это я. Так вот, не нашлось артиста, продажа, да, яичница. И говорит, тут есть рыбак, живет на этом острове, он очень любит театр. Зашел великан с нас с тобой ростом и побольше в плечах. А это два шестнадцать? Это минимум. Минимум. Да. Вот. И у него он был такого черного цвета, он креол был, знаешь. Красавец. Не то слово. И у него было пузо. Пузо, как бильярдыша. То есть гладко. Лакированное, лакированное. Я даже, извини, попроси, можно я дотронусь до... Говорю, мано. Ну, на русском языке. На русском, да. Переводчик не перевел. Он говорит, вий. Вий. Сказал по-французски. Но дело не в этом. И был когда репетиция, я говорю, вы знаете, за две недели до премьеры, я прошу вас, давайте делаем не три часа перерыв. Он говорит, мне нужно, условия он поставил, мне нужно три часа каждый день, рыбак говорит, перерыв. Я говорю, хорошо, ну, за две недели до премьеры, можно два часа? Он говорит, невозможно. Я говорю, почему? Он говорит, час обед, час секс, час сон. Я говорю, а перед премьерой что-то можно выкинуть? Исключите. Он говорит, давай рассуждать. Он говорит, я говорю, давайте. Я говорю, он говорит, ну, без обеда нельзя вообще, я есть хочу. Я говорю, понятно. Он говорит, я говорю, после обеда можно убрать секс? Он говорит, я не засну тогда. Я говорю, хорошо, можно сон убрать? Он говорит, после секса хочется спать. Все, понятно, да. Все логично, все понятно, да. И так вот так мы выпустили спектакль. Друзья, ну не будем забывать, что именно этот человек и был описан у Николая Гоголя. В произведении одной именной повести. В одной именной повести. В одной именной повести, да. Так, подождите, надо, чтобы она крутилась. Простите. Извините. Оп, прошу вас. Переворачивайте. Мельница. 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 Нет, нет, нет. Петь не буду. Сегодня не будем петь. Так. Игорь, а ведь немногие знают, что вы же могли не прийти в искусство, а быть в авиации. Вы знаете, в авиации я мог остаться, но авиация пострадала. Дело в том, что первый раз, когда юный Игорек поехал поступать в Москву. Да, правильно понимаю? Да, да, да. Он не поступил. Не поступил. Как и большинство гениальных артистов. Да, и мама сказала, если хочешь поехать на следующий год в Москву, а билет стоил на самолет 56 рублей. Соответственно. Поэтому я пошел работать на завод. Ахуный Таштенский. Я был слесарем-ремотником третьего разряда. Игорь. Я ремонтировал токарные станки. А ты знаешь, что у токарного станка есть фартук? Все, точка. Вот, да. Вот рассказки, с которыми не выкинуть ни единого слова. Друзья, значит, котлеты. Да, я. И здороваться с этим руками. Ну вот как, вот смотрите, вот в принципе, вот это что? Это уже нежность. Уже нежность. Вот, друзья. Вот. В принципе, если... И она чуть-чуть должна такая, вот она, видите как, вот эта нежность. Да, то есть она должна не опадать, вот такой жирец. Все, мы из этого сейчас будем уже непосредственно... Мы непосредственно будем лепить, надо мисочку с водой холодной, чтобы у нас лепилось. Ледяная. Вот эту можно? Да, конечно. А вот скажите мне, пожалуйста, Игорь, а вот, например, мы сначала их будем лепить, или мы будем... Нет, мы будем сначала сковородушку, сковородушку, я могу маслом воспользоваться? Нужно, но каким? Маэстро-зариво. Мы, знаете, используем вот просто как свое родное. Это специально для жарки. Да. Вот сейчас, значит, несколько школ приготовления котлет. Да. Нужно ли в вашем рецепте зажигать огонь под сковородкой? Вы знаете, больше того, котлеты готовятся на горячей сковороде. Я понимаю, то есть все-таки восточная школа. Да, конечно. Хорошо. Зажигаю. У вас пьезоэлемент. У вас пьезоэлемент. Абсолютно верно. Прошу вас. Нагревается масло. Разогреваем масло. Мы сразу будем выкладывать на туда. Вы знаете, мы с собой выкладываем больше того. Нет, нет, нет. Мы сразу будем выкладывать сюда. И я предпочитаю, чтобы было разогретое уже, и контролировать котлеты в процессе их жарки. Не оставлять и заниматься домашними хозяйствами, как вы любите, Ваня, а остаться при котлетах и здесь контролировать их. А гости пусть посидят и подожат. А у меня к вам такое предложение, Игорь. А может быть, все-таки мы для того, чтобы сократить время и количество котлет было сразу большим, используем вторую сковородку? Вы знаете, давайте только не грим. А давайте не грим. Смотрите. Да. Опля. Вот это чудо. А вот это просто чудо. А это я беру с собой. Спасибо. Ну ладно, мы это отставим сюда. Это отставим, пожалуйста. Вот сюда. Давайте, нагревайте вторую. Я под ней уже зажигаю огонь. Да. Огонь уже горит. И здесь пьезо. Господи, какое чудо. У нас наполненная кухня пьезо. Так. Я буду с вами их лепить. Друзья, это подвиг. Девиз. И это подвиг. И это слова, не брошенные на ветер. Да. Друзья. Вот когда говорил так мастер, вы знаете, а ведь мастером Игоря Золотовицкого называют, я вам сейчас перечислю. Вы сначала вы посетили педагогом на курс авангарда Леонтьева. Да, авангарда. И это был курс, на котором была Анастасия Заворотнюк. Господи. Она. Ну просто чудо. Она. Она. Матушка. 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 Вы могли еще тогда сказать ей. Сказать ей. Это, как говорится. Но нет, вы не сказали. Нет. И вот что произошло. Да. Хороший курс. Денис Суханов. Денис Суханов. Следующий. Ведущий арти... Сатирикона. Сатирикона. Яна Колесниченко. Ведущая актриса МХАТа. МХАТа, друзья. МХАТа, между прочим. Имени Чехова. Имени никого-то там. Кстати, Игорь медалист. У вас есть медаль. 25 лет работы в Амхате, да? В Амхате есть. Три медали. Есть только у двух. У Игоря и у Станиславского. Это одна и та же медаль. Кира Николаевна Головко. Мой педагог и актриса, старейшая актриса МХАТа. Ей праздновали 90 лет. И она говорит, что сейчас ровная женщина. И она говорит, Немирович Данченко еще за мной ухаживал. А Станиславского живого я только в гробу видела. Ну вот и все. Так. Вы знаете что? Рама. Но лепить мы начнем уже. Поехали. Я гляжу. Я делаю так. Берешь приблизительно вот так на глазочек. Вот такой комочек. Да? И вот так вот нежно. Ваня, умоляю тебя. Потому что это посвящается родителям. Конечно. А песню помнишь? Экзюпери. Про Экзюпери. Нежность. Да, конечно. Вот это тетя Экзюпери делала, кстати. Тетя Экзюпери. Знаменитая. Зефина Экзюпери. Да. Ей говорили, какая ты нежность. Какая ты нежность. Видишь, вот так должно быть обязательно, Ваня. Так, 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 так. Да. Так, так, так. Это я чуть-чуть. А ты давай, нет, а ты давай на нее клади прямо на эту воду. Да? Чтобы у нас... Отойди-ка. Отойди, отойди, отойди. Нет, ну только не бросай. Это у меня сын младший так делает. Бросил курить? Ну вот бросил котлету. Курить бросил давно. Так. Да. Так, так, так. Кладь, надо нежность кладь. Брызнуло, да? Да. Потому что когда ты бросаешь, возможность обжечь, что у тебя больше, чем когда ты кладешь аккуратно. Вот как я вот. Все, я понял. Ну, может, когда захочешь. Вот. И эта фраза была определена другому студенту. Слушайте, друзья, я прошу обратить внимание. Да. Пожалуйста. И вот смотрите, что делает мастер. Уже переворот. Огонек поменьше делаем? Чуть-чуть. 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 Вот. Но они должны быть поджаристые, конечно. И там тоже. И на той ванне, и ты тоже можешь вот эти дальние переворачивать уже. И я все уже начал. Так. Дальние, да. О-о-о-о. О, ребята, это будет прекрасно. Да. Ждем. Ждем и быстро чистим ритм. Вот это мы сделаем, пока будет реклама. Я оставлю, друзья, маэстро Золотовицкий. 50-летний шеф. Друзья, посмотрите. Котлеты, как дети смотрят на него, как студенты. Как студенты они смотрят. Переверни нас, мастер. Дожарь нас. И отпусти нас уже во взрослых. Ты уже слепил нас. Теперь дожарь только. Теперь дожарь. Друзья, смотрите нас сразу же после рекламы. После чего мы вернемся. И продолжим юбилейное шествие Золотовицкого по первому каналу. Кухни Мария. Когда кухня в радости. Дорогие друзья, с Мак на первом канале. У нас в гостях сегодня Игорь Золотовицкий. Так, Игорь, пока... Да, хотелось бы сделать, чтобы... Я чище речку. Речку. А вот скажите мне, пожалуйста, дорогой Игорь. Есть такое, когда, допустим, выходит фильм. Да. И вот сидит довольный Антон Шагин. Ага. Довольный чудесной работой. Прекрасными отзывами критиков. Да. Но раздается в ночном ресторане звонок. Да. И мастер в трубке телефона говорит, что ж ты, Антоша, и дальше какие-то критические замечания. Вот вправе ли мастер Золотовицкий, потому что я думаю, что у каждого мастера по-разному. Да. После того, как уже процесс обучения закончен и дипломы розданы, позвонить своим ученикам и какие-то внести коррективы в то, что они делают. Или это уже все? Значит, мастер вправе позвонить и сделать замечание, ученик вправе послать мастера. Случаи были. Случаи были, будут и есть. Все. Все. Надо было делать это, значит, когда учил, надо было делать. Вот тогда надо делать замечание. А сейчас же только можно гордиться или проклинать ученика. Да. А некоторые совмещают. А некоторые, да-да-да. Тоже отмещают. Глаза гордятся, за глаза проклинают. Да-да-да. Так. А вот у нас, смотрите, как все, ребята. Друзья, я прошу вас поаплодировать. Все очень интересно. В детском котеле, Игорь, вот сюда их можно будет потом перекладывать, когда они будут готовы. Я, с вашего позволения, сейчас уже выхожу на финишную прямую с редькой. Да, вот ее вот на терочке на крупной. И сметанкой, и солью. Все. И у нас готов прекрасный. Легкий. Легкий, праздничный. Юбилейный обед. А не будем забывать, друзья, что Игорь Золотовицкий... Так, сейчас я... Так, я начал вытирать. Еще и поет. Ну, это так вот. Не будем забывать, что Игорь Золотовицкий, между прочим, родился в один день с... Полом Маккартни. С Полом Маккартни, за которого... Грех не выпить. На которого наш сегодняшний гость, особенно в юные годы, был чрезвычайно похож. И мы, поклонники Пола Маккартни, и зарождающиеся поклонники Игоря Золотовицкого, не забываем об этом и помним. А, какая сочная редечка, а? Редечка хороша. Сейчас мы эту редечку вот сюда. Да. И, друзья, нет ничего вкуснее, проще, полезнее. Редька очень полезная. Ну, ребята, это очень вкусно. Это очень вкусно. Сейчас гарвардские студенты в Москве, и я их пригласил. Из Гарварда? Из Гарварда. То есть люди приехали на практику, или как это называется? Нет, это совместная наша программа. Я преподаю летом в Гарварде. Слушайте, перед нами гарвардская прописура. Аплодируйте. Жарят котлеты. Да вы что? Гарвард, ребята, Гарвард. Это соединенные Штаты Северной Америки. Гарвард. Да, Бостон. Бостон. Бостон, ребята, Массачусетс. Так вот, Массачусетс, да. Так вот, и один из студентов, выпив немного водки, сел на велосипед и поехал по деревенке моей. Нету час, нету два, нету три. Ни слова по-русски, не понимает. Так. Нету три с половиной часа. Я уже волнуюсь, так полдесятого вечера. И он едет на велосипеде, думаю, что ему плохо, потому что велосипед виляет. Значит, история такая. Он говорит, сори, Игорь, сори. Дальше уже мне переводят. Я встретил в поле человека, толкающего машину. Я ему помог. А это был КамАЗ. Нет, это был Жигури. Ну, дальше, дальше следующее. Я говорю, и что? Мы пошли к нему домой. И я пил с ним дагестанский коньяк. Друзья. Ради этого люди из Гарварда поступают в Гарвард. Игорь, я посолил. Давай. Сметанка. Раз. Посолил и сметанка. Два. Два. Три. Три. Спасибо. Спасибо. Размешиваем. Да. Котлеты есть. Котлеты есть. Салат редисточный есть. Редьковый. 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 Редька, да, друзья. Редечка. Редечка. Вот она, натерлется. Вот что. Вот что получилось у нас. И перед вами. А? Ну что? А почему никто не хлопает? А почему никто не хлопает? А почему? А почему? Сейчас, Игорь, а у нас... Толик, ну, ходи. Все, Лев. Пока вы пробуете на соль, я бы хотел... Я бы хотел... Сделать вот. Вот у нас есть... Что вы скажете? И птица отменяется. Закончено. Друзья, давайте я от Игоря напомню. Две секунды, чтобы люди запомнили этот рецепт. Значит, мы берем говядину, немножко свинины, фарш, добавляем лук, одну луковичку, добавляем пол картошки сырой, добавляем туда... Хлеба. Белый хлеб, замоченный в молоке. Потом уже фарш добавляем сверху, молока и сырое яйцо. Соль, перец перемешиваем, на сковородку разогретую жарим, ни в коем случае крышку не накрываем. Накрываем. Уже слюноотделение не обошло. Редечку натираем, соль, сметана. Редечка сюда же. Сюда же. Сюда же. Вот посмотрите, все по-простому, мы ничего не убираем специально, потому что так и надо. Так и надо, и так родить. Мы же как-то родители. Родительские. Обратите внимание, друзья. Вилки будем или так руками? Нет, вилки, обязательно вилки. Соус какой-то, сейчас посмотрим. Соус какой-то, ты знаешь, что так, как они свежайшие, может, он просто кетчевальный ходит. Кетчевальный. Давай кетчев поставить, может, чтобы он стоял. Ставить мы его не будем. Мы его немножечко... Кетчев мы сами готовили. Нет, кетчев, к сожалению, сегодня не будет. Закрываем. Хорошо. Друзья, дорогие россияне, сегодня день рождения, 50 лет, ну круглая дата, молодого человека, посмотрите, который в свой день рождения одной левой, назовем это так, слепил целую и нажарил целую миску вкуснейших капец. Игорь, будь сейчас, ждем рождения. Спасибо вам, Огорь. Давайте. А вино, ну просто, ну это же... Роскошь. Роскошь. Роскошь это вино. Да. Ой, потрясающе. Ну, мы попробуем. А как? А нужен ли нож? Я на всякий случай... Нож нужен так, честно, символически, чтобы не подумали, что мы не можем им пользоваться. Друзья, ну посмотрите, вот, вот, чтобы вы понимали. Да. Видите, некоторые думают, пропекутся ли котлеты мягчайшие. Посмотрите. Видите, нету ничего, ни кровинушки. Ничего. Да? Ну что? Да. Титно, титно, титно. Титно. Да, Игорь. А? Да, и салатик сверху холодненький. Да. Ммм? О. Ну скажи. И в тот момент, когда салат пошел, там мы еще одним кусочком котлетки. И раз... Какой Джонни Депп? Вот. Угу. Действительно, друзья, в России создано движение. Котлеты против Джонни Деппа. Игорь, на секунду, отодвину, раздвину котлеты. Да. Мне хотел бы раздвинуть котлеты, мастер, для вас, для того, чтобы... Да. От нашего телевизионного художественного шоу. Господи. Да, продуктовая корзина, Игорь, дорогой. Ай. Да, это то, что... Это то, что вы сможете... Вот сесть, вот этот фартук. Да. Он тоже съедобный. Да. Он гораздо меньшего размера. Вы приживаете к нему тесенки, надеваете здесь. Это как номер бегуна. Да. С принтера. Вот, друзья, Игорь Золотовицкий сегодня у нас... Смотрите, давайте поаплодируем. Друзья, давайте. Обнимемся. Игорь Золотовицкий, аплодируйте. Игорь, на секунду вас потянут. Да. Друзья, смотрите нас ровно в следующий раз. Я так размою грани, потому что с котлетами с ними сложно. Непонятно, когда в следующий раз будет съемка. И вы узнаете, что Золотовицкий в переводе с узбекского означает «счастье». АПЛОДИСМЕНТЫ